Бак объема 10 литров наполнили жидкостью. Какая это может быть жидкость, если ее вес 70 ньютонов? Для начала запишем данное. Объем жидкости В равен 10 литров. Переведем систему С. Метры кубические это 10 минус 2 метра в кубе. Вес жидкости В равен 70 ньютонов. Ускорение свободного падения Ж это 10 метров на секунду в квадрате. Найти плотные жидкости. Роз жидкости неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу массы тела. Масса тела равна произведению плотности тела на объем тела. Эту формулу нужно знать. Вес тела ПМ равен силе реакции опоры. Они равны по модуле, но противоположны по направлению. Рассмотрим ось ОХ. Направим ее вверх. Тогда по оси ОХ действует сила реакции опоры. Она направлена по оси. Пишем со знаком плюс. Минус сила тяжести. Минус МЖ. Все это равняется 0. Так как у нас нет никакого ускорения. Из этих двух выражений мы можем сделать следующий вывод. Что вес ПМ минус сила тяжести равняется 0. Массу тела можно записать как произведение плотности жидкости на объем жидкости. Подставим ее в ранее полученное выражение. Тогда у нас получается вес ПМ минус плотность жидкости умножить на объем жидкости и умножить на ускорение свободного падения. Все это равняется 0. Преобразуем. Получается плотность жидкости умножить на ЖМ будет равняться веса тела ПМ. Выразим отсюда плотность жидкости. Тогда плотность жидкости будет равняться вес тела ПМ, деленное на Ж, умноженное на объем тела. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда плотность жидкости равняется. По счетам получаем 70 кг на метр в кубе. Запишем ответ. Плотность жидкости равна 700 кг на метр в кубе. Предположительно это может быть бензин. У бензина плотность 700 кг на метр в кубе. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.